В этом зубоврачебном кабинете садиться в кресло совсем не обязательно. Специалист по зубному протезированию Оскар Минков обустроил здесь все так, чтобы прием людей с ограничениями мобильности проходил без особых неудобств для них и только на высоком уровне. Оскар, расскажите нам, у вас вот широкий коридор? Да, достаточно широкий, чтобы вилчер прошел. И все возможные эти вокеры, все девайсы, которые облегчают людям подвижность, все проходит. Все размеры дверей, размеры лифтов, все рассчитано на это. Это специализированный медицинский билдинг. То есть вы прямо специально искали такое помещение? И специально искали помещение, которое позволяет людям с disability пользоваться врачом. И внутренние проемы помещений тоже позволяют. Прямо можно подъехать к креслу на инвалидном кресле и не нужно пересаживаться с инвалидного. Что в основном и делают люди, которые не могут подняться. На кресле все элементы рабочие и подвижные. Юнит приближается к креслу. То есть в принципе вот это кресло можно отодвинуть, это вместо него подвести? Скажем так, человек вообще на него не садится. Человек просто рядом с ним остается в своем wheelchair или стройлер свой. И мы работаем с ним, не пересаживаясь с места на место. Значит смотрите, это то, что позволяет нам обеспечивать мобильный сервис, что тоже большой плюс нашего бизнеса. В эти все три чемодана вмещается весь офис при необходимости. Это для изготовления протезов, правильно? Да. Это не так, что мне зуб вызывает? Дентал сервисов невозможно на дому обеспечить, потому что невозможно сделать рентген. Хирургия по протоколу в Канаде только с рентгеном делается. Чистку можно сделать на дому, а все остальное нет. А что на дому делается? Вот в этими чемоданами. From A до A, как говорится, все процессы связаны с протезами. Берется слепок, определяется цвет, делаются все примерки, делаются все подгонки и коррекции. Все, что нужно, можно сделать на ходу. А это дорого? Мы не берем экстра чардж за мобильный сервис. То есть это в такую же цену, как зубные? Да, пациент это стоит столько же, сколько цена в офисе. Хотя в кабинете Оскара Менкова зубы некоторых его пациентов в прямом смысле лежат на полках, это не имеет ничего общего со значением этого крылатого выражения. Наоборот, здесь точно знают, на какую финансовую помощь в оплате стоматологических услуг могут рассчитывать клиенты. Вы показали разные протезы, которые изготовляете. Я подумал, а как сто лет назад люди жили? Ну, сто лет назад уже ничего, особенно те, кто побогаче, уже могли себе позволить какие-то протезы. Скажем так, с конца 19-го века, начала 20-го века уже протезирование началось. Но это было все еще не массовое, не легкодоступное и достаточно дорогое удовольствие. А массовое протезирование, можно сказать, началось в западном полушарии, к 50-м годам. В Советский Союз пришло немножко позднее, как всегда, из-за железного занавеса все доходило тяжелее. А люди, до этого люди просто страдали. Не нарушалась речь, не могли питаться нормально и внешний вид. Ну, правда, в то время человек 50 лет уже считался стариком. Ну да. И, в общем-то, никто не обращал внимания на его внешность. За сто с лишним лет технологии продвинулись? Скажите, на новые. Технология продвинулась, причем технология продвигалась рывками. Шел какой-то качественный скачок, потом плато. Потом опять скачок, потом опять плато. Компании, которые занимаются развитием технологий, они плато стараются не допускать. Совершенствуются технологии на существующие виды работы. И появляются качественно новые элементы, качественно новые виды работы. На сегодня это импланты. С конца 70-х годов, когда случайно это обнаружено было, как все великое было обнаружено случайно, что существует феномен носиоинтегрейшн, это интеграция кости и титановых пластин, появились импланты. Коммерческое развитие это все получило примерно лет через пять. И начиная с этого, с 80-х годов, все более и более совершенствуются технологии. Скажем так, технологии удешевляются. Как правильно выбрать протез? Приходит клиент, начинаем с осмотра. Потом я прошу клиента честно рассказать о его финансовой ситуации, чтобы не тратить его время и свое, соответственно, тоже. Когда человек мне обрисовывает примерный бюджет, я ему даю вид работы, который ему подойдет. И плюс я сообщаю дополнительные, скажем так, опции по улучшению его финансовой ситуации. Потому что на сегодня существует финансирование, какие-то частные суды, на кредитную карточку может быть дана оплата. То есть на сегодня деньги в меньшей степени играют роль. Играют очень большую роль состояние клиента физическое, моральное, психологическое и готовность клиента к каким-либо шагам, скажем так. Есть какие-то программы, которые помогают пожилым людям рассчитывать на то, чтобы государство за импланты, к примеру, заплатило? Я вам скажу так, если речь идет об имплантах, на помощь государственных структур рассчитывать не приходится. Unless это какие-то медицинские показания, и это можно сделать в госпитале. А протезы? Протезы – да. То, что считается vital necessities – жизненно необходимые вещи. Это касается и стоматологических процедур, таких как удаление зубов, неотложная помощь, стоматологическая и протезирование. То, что затрагивает эстетику и функцию. Функцию я имею в виду питание и речь. И, возможно, человека социалайз с другими людьми. Находить себя в обществе, находить себе какие-то контакты. На это государство обращает достаточно большое внимание. И существует программа. Существует программа Велфера, которая покрывает протезирование. Существует программа ОДСП, Ontario Disability Support Program, которая тоже покрывает протезирование. Кроме того, те, кто живут в Риджин оф Йорк, даже те, кто не имеют этих программ, они и находятся уже на пенсии, они имеют право обратиться и получить разовое пособие на протезирование. В офисе мы занимаемся всем, то, что называется, пейперворк сами. Пациент должен просто прийти к нам, обрисовать свою ситуацию. Я знаю критерии, которым человек должен соответствовать, чтобы получить эту помощь. И оформлением бумаг мы занимаемся здесь сами тоже. Кроме того, существует еще существенная группа населения, это называемая Holocaust Survivors. Те, кто пережили Holocaust, немецкое правительство, как в счет репараций после Второй мировой войны, согласилось выплачивать, оплачивать определенные услуги этой категории населения. То есть мы помогаем с оформлением этих видов, этого вида помощи тоже. Появились ли новые протезы или технология? Появились и новые протезы, и новые технологии, и новые подходы к лечению, скажем так. На сегодня что мы можем предложить? Такое необычное, что сразу после удаления зубов человек уходит из офиса в тот же день, имея протезы. То есть человек не ходит, не зияет открытым ртом, и не берет отпуск на работе, не стыдится ни близких, не пугает, не стыдится ни близких, ни семью. То есть можно сделать, называется, immediate denture placement. Заранее все приготовляется, делается удаление в один прием, и человек уходит с протезом в тот же самый день из офиса. Это один элемент. Второй элемент. Появились на сегодня эластичные протезы. Эластичный протез он может замещать вплоть до одного зуба. Иногда это является хорошим решением, особенно для молодых людей, которые копят деньги на имплант, которые пока не в состоянии себе это позволить. Эластичный протез не виден во рту. Он в цвет десны, и он не нужно не обтачивать соседние зубы, ни какие-то металлические элементы конструкции добавлять. Протез не виден, протез работает, в том числе и для молодых. Кстати, очень много клиентов, которые потеряли при аварии, либо в драке, вот своего, потеряли зуб передний, как правило, либо хоккей, либо травма спортивная. Один-два зуба заместить в передних можно на сегодня, не делая импланты. И цена будет составлять порядка третий от стоимости импланты, даже меньше. Сколько стоят импланты? Ну, average price, скажем так, в Торонто на сегодня операция и запчасти примерно 1800 долларов. Плюс сверху восстановительная часть. Я вижу, у вас кресло для стоматолога рядом. Это одна из особенностей нашего бизнеса. У нас под одной крышей находится стоматолог, который делает все необходимое стоматологическое лечение. Я как протезист, и у меня своя лаборатория, в которой я эти протезы изготавливаю. Я знаю, вы потомственный стоматолог. Да, у меня мама. Мама стоматолог. Как вы пришли в эту профессию? Рос в дентал офис 7 лет, скажем так. А потом? А потом у меня вообще 2 эмиграции за спиной. В Израиле я занимался тем же. И приехал в Канаду. В Канаде все пришлось сдавать заново. Пришлось идти учиться full-time studying в Джордж Браун колледж, который этой специальностью занимается. И сдавать все лайсенсы, экзамсы. И слава богу, удалось сдать с первого раза. Вот. И достаточно напряженные экзамены, сложные. И учеба была очень сложная. Здесь нет, на нашей специальности не было возможности пересдавать экзамены. Если ты не сдал, тебя отправляли в академию отпуск. И через полгода ты мог вернуться, и все. Это была последняя попытка. Но вы сдали. Да, слава богу. Как долго практикуете уже? С 2012 года в Канаде. Кроме того, что этим занимался с 1994 года в Израиле, скажем так, то в общей сложности, в общем зачете, достаточно серьезный стаж. Прямо за вами я вижу разные примеры достижений протезирования. Да, пожалуйста, все должно быть наглядно. Да, здесь собрано, скажем так, 120 лет стоматологии последних. Начнем с классической работы. Это полный протез, акриликовое основание, сверху композитные зубы. Это то, с чего начиналось протезирование. Кроме полных протезов существуют частичные протезы. Это тоже достаточно старая технология. Акриликовое основание протеза и гнутые металлические крючки, которые служат для удержания протеза на месте. Еще один элемент конструкции – это металл и металлические крючки. Этот протез легче гораздо, чем пластик. Служит гораздо дольше, но, соответственно, все стоит деньги, он стоит немножко дороже. На металлической основе закрепляется пластик и зубы. Что появилось относительно недавно? Так называемый гибкий эластичный протез. Видите, его можно согнуть, но сломать невозможно. Вплоть до того, что если мы его бросим на пол, он будет прыгать как мячик. Теперь, чем хорош этот протез, кроме того, что его невозможно сломать? Несущие его удерживающие элементы конструкции сделаны из такого же материала, что и основание протеза. Они просто не видны во рту. Когда мы говорили про молодых кастомеров, это все для них. Протез полупрозрачный. Видите, я поставляю палец, он темнеет. То есть он принимает цвет дисны во рту. Это протез хамелеон. Компания, которая производит материалы для этих протезов, называет этот бренд Unbreakable Dentures. То есть компания дает многолетнюю гарантию на то, что материал не порвется и не поломается. Это тоже преимущество. И этот протез может быть вплоть до того, что на один единственный зуб. Такой протез, если я еще раз говорю, нет денег на импланты, нет денег на фарфоровый мост, это может серьезным решением проблемы служить. Теперь мы говорили про качественный скачок. Качественный скачок – это импланты, протезирование. Это муляж, который позволяет представить себе, что такое импланты. Не вдаваясь в хирургические детали, чтобы не пугать людей операцией и всем остальным, когда операция закончена и кровь вытерли, остается два несущих элемента во рту. Так называемые абатменты, те, на которые протез крепится. Протез садится на них, щелчок характерный, и протез во рту закреплен. Почему все время на демонстрации нижние протезы? Те, кто носит нижние протезы, особенно полные, представляют себе хорошо какой-то кошмар. Их невозможно закрепить на месте. Верхний протез опирается на твердое небо и присасывается. Внизу вакуум создать невозможно, потому что под протезом находится дно полости рта, это мышечная мембрана и язык человека, который постоянно в движении. Язык поднялся, мышцы напряглись, протез поднялся вместе с мышцами и языком. Импланты позволяют его достаточно надежно зафиксировать на месте. И, кроме того, протезисты занимаются, еще помогают людям, которые любят спорт. Я вам покажу еще одну вещь. Это так называемый спорт маусгард. Те, кто занимается хоккеем. Для хоккеистов. Хоккеисты, футболисты, любые контактные виды спорта. Мы тоже это делаем. И, в общем-то, цена достаточно приемлемая. Приемлемая гораздо дешевле, чем в статологическом офисе. Потому что, когда создавалась эта специальность, дэнчурист, она создавалась для того, чтобы помочь людям сделать протезирование более affordable. Это, кстати, тоже часть правительства Канады. В Америке дэнчуристы есть всего в 8 штатах. А социально ориентированные страны, такие как, допустим, Англия, Австралия, Новозеландия, Канада, все эти страны бывшего содружества, они имеют эту специально, была выделена эта специальность, как отдельные провайдеры, чтобы сделать это более доступным для широкой публики. Существует много мифов относительно стоимости стоматологии в Торонто. Существует фигайд. Он существует и для стоматологов, и для дэнчуристов, и для дэнтал-хайджин услуг и так далее. Значит, в фигайде указаны параметры, минимальные параметры цены. Многие офисы просто эти параметры превышают, ну, в лучшем случае, на проценты, в нескольких случаях в разы. Вы мне рассказали случай, когда пациент заплатил 500 долларов за пломбу. Мне кажется, это преувеличено раза в три, скажем так. Такая цена. Но свободные люди в свободной стране. Пациент сам заплатил, согласился. Насчет согласия. Пациент всегда подписывает консент. То есть он дает свое согласие на определенный вид лечения. Поэтому, если кто-то опасается, что что-то будет изменено в процессе лечения, то это является как договор, в котором перечислены права и обязанности каждой из сторон. Как и любая сделка коммерческая, стоматологическое лечение – это тоже договор. И пациент должен быть частью процесса. Пациент участвует в принятии решений. Пациент участвует в обсуждении этих решений. И финансовая сторона с пациентом обсуждается до того, как лечение началось, а не после. То есть если приходит к соглашению, делается лечение. Если нет, значит… Да, но что делать, если мне объявят цену, а она мне не по зубам? Ну, всегда можно найти какие-то варианты. Во-первых, можно найти и в расстрочку заплатить. И если делаются какие-то определенные виды лечения, всегда можно сделать скидку. И кроме того, я лично делаю в офисе скидку для малоимущих и малообеспеченных. Определенный процент от фигайда. Это совершенно законно, я имею право это делать. Определенный процент от фигайда, я имею право сделать скидку. Если я устанавливаю человеком психологический контакт, я понимаю, что ему просто неоткуда взять определенные средства, значит мы как-то находим общий язык. Либо выплаты, либо скидка, либо что-то еще.